Друзья, всем привет! Меня зовут Рия Андреев, а у нас заключительное видео из Эр-Рияда. Это небольшой материал о человеке, который гордо выносит в ринг чемпионский пояс Дмитрия Бивола. Болеет за Дмитрия, горячее всех, а еще обладает очень крепким рукопожатием. Речь об отце непобежденного боксера Юрии Биволе. Родился и вырос в Молдавии, учился в Тверской области, служил в ВДВ, в конце 80-х переехал в Кыргызский Токмак, а затем перевез семью в Санкт-Петербург, где и обосновался. Подробно о жизни Юрия можно прочитать в тексте моего коллеги Вадима Тихомирова, ссылка в описании. Здесь же несколько зарисовок о том, как Бивол Старший провел вечер 23 декабря, когда его сын одержал очередную победу над Линдоном Артуром, и два небольших интервью до и после боя. Если еще не подписаны на Ушатайку, не забудьте подписаться и приятного просмотра. Я, Дима, он был в горах летом с тренером, прошли полный лагерь, были спарринг-партнеры. Ну, тем не менее, есть такое волнение, как всегда, оно есть и присутствует. Но это и хорошо, потому что всегда надо волноваться и болеть, и переживать. Вам где проще, дома смотреть или на стадионе? Мне вживую, рядом с ним, чтобы я видел, ощущал всю вот эту атмосферу, видел и наяву, что происходит, и чтобы можно было всегда какой-то совет, быть рядом мне проще и спокойнее. Это уже ваш какой бой по счету? 21-й у нас защита, но я не на все боя присутствовал. Четыре, три поя я не присутствовал на Канело, еще начальные бои, которые в Америке были, потому что не было виза. А так в основном везде я ставил. В общем, практически везде. У вас есть какие-то свои особые обязанности, так скажем, в команде? Или основная обязанность – это просто такая моральная поддержка? Ну, обязанность есть, всегда быть рядом, следить, чтобы у него все было. Все хватало, все то, что нужно, необходимо для тренировки. В основном вывожу пояс, а так во время боя тоже могу дать советы, там с тренером крикнуть там что-то. А вы в углу будете, кстати говоря, сейчас или нет? Да, буду в углу, как всегда, в углу там. Стараюсь не вмешиваться в процесс, особенно, когда минута отдыха, потому что идет, ну, они по плану все, в каждом раунде свои задачи ставят. Поэтому иногда лишнее – это тоже только помеха для боя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, дай вам право! Хорошо! Красота, Дима! Красота, красота, Дим! Да, мягкие ноги! Да, да, сам первый не бил! Легко, быстро, молодец! Го потащил! Впереди накатывай! Ты нас свободны! Спокойно дыши! Спокойно, не спеши, Дима! Не спеши! Живот проверяй его! Живот проверяй! Выгон, выгон! Выгон! Посвободны! Голова! Голова! Ты, малышан! Голи, не помнишь? Голи, не помнишь? Голи! Отшибется, ошибется, накажешь! Все, решите, решите! Живот, решите! Живот на голову! Подвигайся, Дим! Подвигайся! Вот-вот-вот! Раунд выигрываем! Все хорошо! Голова! Бог, парней! Пофекни! 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 Перень зажигу! Ну забformation к йому! Голова! Раунд сделает держание�로! Диман, печень на голову, в правую опустил. 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 Но это и не важно. Самое главное, что мы свою работу сделали. Мы заработали еще один пояс. Я доволен, что сын отбоксировал без травм, без гематом. И самое главное, что здоровье должно быть на первом месте. А остальное, все-таки, вид спорта у нас жесткий. Поэтому надо всегда быть на чеку и всегда быть в фокусе. Я доволен, что бой так прошел нормально. Конечно, эмоция захлестывает. Победа есть победа. Она только радости, впечатления приносит. Я рад, что так случилось, что мы выиграли. Еще не просто победа, а еще очередной пояс. Расскажите, вы же родом из Молдавии. Откуда точно? Потому что есть что-то искал информацию. Под Тишинево у нас есть село Резена. Хорошее село, красивое. Недавно, в прошлом году мы с Димой заезжали там, к родственникам. Очень тепло встречали. Попали тоже на турнир какой-то единоборства. Были мы ребят. Ну, на путь-то я дали. Было очень приятно, что они все знают, все болеют за нас. Всегда переживают, поздравляют всегда. Это очень приятно. Председатель колхоза тоже встречал. Друзья мои, одноклассники, кумовя и прочие. Тоже всегда в курсе, все знают. Все следят за Димуну карьеру. И всегда рады, что есть такой родственник, который на таком уровне. А вот фамилия Бивол, она что-то значит? Она переводится, чистый перевод это Буйвол. Да, если русский перевод, это Буйвол, да. Да, не говорится. Она, наверное, редко достаточно, мне кажется. Ну, не очень. В Молдавии она часто встречается. Да, там есть и музыканты большие, и спортсмены тоже есть. По-моему, дзюдоист какой-то тоже с мировым именем. Ну, так вот. В России она редко. Хотя тоже есть родственники и в Калининграде, и в Саратове тоже. Все везде следят, все поздравляют, все рады, что мы все-таки идем вперед. Прославляем нашу страну. Поэтому спасибо, что вы нас все поддерживаете, болеете, переживаете. Продолжение следует...